МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страна несметных богатств. У нас есть нефть, газ, уголь. Зачем у нас только нет? У вас нет совести и морали. Где потёмкинские деревни существуют и поныне? Нам необходим настоящий прорыв. Автобус упал в яму и, собственно, не может выехать. Где детей готовят к войне просто с пелёнок. Где телевизор стал важнее еды и комфорта. Страна, напавшая на Украину. Война Украина не нападали. Что именно не так с Россией, её властью и населением? Просветит программа «Гражданская оборона». Со среды по пятницу в 12.15 на телеканале «Фридом». Скоро небо над оккупантами скажет. Доброго вечера, мы с Украины. Присоединяйся к армии дронов ВСУ. Хай-тек-соколы. Наш новый супервзор. И безупречный прицел. Первая цель – собрать 200 дронов для разведки. Доброго вечера, мы с Украины. Переведи средства на счёт ВСУ или новой почты. Передай свой дрон. Подробности на сайте. Слава Украине! Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой. Гёте. Фридом. Освободи свой дом. Фридом. 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 Субтитры предоставил DimaTorzok Российские захватчики продолжают ядерный терроризм. В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами в Днепропетровской области, полностью обесточена Запорожская АЭС. Из-за повреждения оборудования под станцией произошло аварийное отключение линии электропередач. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, сообщает в украинском энергоатоме. Ситуация критическая еще и потому, что груз с дизельным топливом для генераторов, которые отправили украинские энергетики, оккупанты не пропускают. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и теперь полностью зависит от дизельных генераторов. И прямо сейчас с нами на связи Иван Федоров, городской голова Мелитополя. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Скажите, что известно на этот час о ситуации на Запорожской АЭС? Пропустили ли оккупанты груз с дизельным топливом, которое необходимо для генераторов? Об этом нам станет известно чуть позже. Сегодня на данную минуту можем констатировать тот факт, что оккупанты между собой не могут поделить, кто из них руководит. Запорожская АЭС. Есть два гауляйтера. Один ставленник Министерства обороны Российской Федерации, так званый Барнский, который кричит, что он отключит и не допустит никого к Запорожской атомной электростанции. И второй ставленник ФСБ Рогов, который кричит о том, что он уже запустил атомную электростанцию. Нам нужно, к сожалению, всему цивилизованному миру подождать, пока эти два сумасшедших разберутся между собой и заявлениями, которые они делают. И сразу же станет известно, что пропустили, что не пропустили. Но на час назад ситуация именно такая, с разрывом буквально в 10 минут, два гауляйтера делают абсолютно разные заявления. И мы можем это ретранслировать на те же башни Кремля, которые между собой определяются, чего будет, а чего не будет. Я надеюсь, весь мир понимает, да, пока они между собой разбираются, может вообще случиться катастрофа. Так и есть, потому что сегодня атомная электростанция самая большая в европейской части мира, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что, не дай бог что, радиус поражения, он точно заденет не только территорию Украины, но и часть стран Европейского Союза. Поэтому угроза велика. С одной стороны, радиационного заражения, а с другой стороны, мы должны обратить внимание и на тот факт, что это энергетическая безопасность, в том числе Европейского Союза, так как Украина является экспортером электроэнергии. И сегодня об этом тоже не стоит забывать. Впереди зима и отопительный сезон, который вот-вот начнется. Сегодня в оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв, и вот по предварительным данным взорвался автомобиль. Есть ли у вас подробности на этот час? Что это было? Мы должны обратить внимание на следующие факты, о том, что последние полторы недели в Мелитополе ежедневно, почти круглосуточно, как минимум в рамках светового дня, есть взрывы. И нужно разделить на две категории. Первое, это оккупанты специально делают учения вблизи линии городской, и тем самым они поберегают в страх наших жителей и сеят панику. И точно так же они делают теракты в центре города. Мы помним, буквально три недели назад на одном из рынков города был теракт, который организовали сами оккупанты. В густонаселенном районе города посреди бела дня на рынке они это сделали. И сегодня такой же теракт они организовали возле еще одного рынка, где взрыв был слышен действительно на весь город. Но этот взрыв организовали сами оккупанты, никто там не пострадал, и они специально это сделали для того, чтобы запугать мирное население. Но также стоит отметить, что вчера вечером был взрыв, который также слышали во всех районах города. Он был на военной базе, транспортном аэродроме, который захватили расшист с первой дни оккупации. И там также был демилитаризирован один из складов боеприпасов врагов, которые они там постоянно стараются возобновлять. Конечно же, наши силы сопротивления, наши вооруженные силы не позволяют врагу действовать так на захваченном у нас аэродроме. Вот в Мелитополе оккупанты продолжают похищать и пытать людей. Вот таким образом их принуждают к сотрудничеству. Сколько жителей города уже стали жертвами террора? Люди вообще возвращаются из подвалов и пыточных или вот их считают пропавшими без вести? К сожалению, террор только усиливается. Он усиливается, особенно после проведения фейкового референдума, который расшисты сами себе нарисовали. Мы можем подвести итог почти 8 месяцев оккупации. Примерно 700 человек побывали в подвале за это время. Это исключительно мы говорим о жителях города Мелитополя. К сожалению, разный итог выхода с подвала, либо не выхода. Есть люди, которые пробыли в плену буквально несколько дней. Есть люди, которые находятся в плену уже более 5 месяцев. Есть также наши жители, которых, к сожалению, враг вывез за территорию города Мелитополя, вывез на территорию России, вывез на территорию временно оккупированного Крыма. И насилие продолжается. Последние недели они применяют новый вид насилия. Это принудительная депортация наших жителей за пределы оккупированной территории. Приведу несколько примеров. Учительница, у которой нашли украинский флаг на территории Мелитопольского района, которая отказалась сотрудничать с оккупантами, ее вывезли на последний блокпост в Васильевку и пешком отправили идти в Запорожье. Либо мама ребенка, у которой в телефоне нашли программу для онлайн-обучения в украинской школе, также депортирована. Десятки депортированных наших жителей, которые отказались голосовать на фейковом референдуме, также депортированы. Все это делается для одного, чтобы посеять панику и запугать наше мирное население. Этим на сегодняшний день ярко оперирует враг на нашей территории. Тем временем сами оккупанты готовятся бежать во временно оккупированный Крым. И местные гауляйтеры даже издали специальный указ до 25 октября в целях безопасности нужно покинуть Мелитополь. Скажите, Иван, подтверждается ли такая информация? Сегодня мы можем говорить как минимум о двух фактах. Первый факт. Со вчерашнего дня рассылка всем старшим по домам нам рекомендуется выехать во временно оккупированный Крым. Это не говоря уже о том, что две недели назад расисты начали вывозить, особенно оккупанты начали вывозить свои семьи из города Мелитополя. Это первое. Второе. Четвертый день. Рашисты, оккупанты начинают принудительно собирать списки наших детей, которые хотят вывезти во временно оккупированный Крым и Краснодарский край. Они прикрываются тем, что это в рамках осенних каникул. Но мы понимаем и помним историю, как они из Мариуполя вывезли тысячи наших детей, которые так и не вернулись к себе домой, к своим семьям. Уже мы видим факты, когда детей из Энергодара также принудительно вывозят. Там больше 300 детей было, да? Такая цифра. Рашисты так и есть. Рашисты это делают специально, чтобы взять в заложники наших детей и привязать тем самым родителей. Но сегодня тенденция о том, что свои семьи они вывозят из временно оккупированного Мелитополя, части Запорожской области, она есть. Но мы надеемся, что на этом не остановятся, и они сами себя вывезут. Для нас идеальный вариант, чтобы не живыми. Я помню, вот была история, как из Харьковской области они вывозили детей, сказали, что на оздоровление вывезли больше 200 детей, и до сих пор родители не могут их вернуть. Просто звонят во все колокола и вернуть детей не могут. Так и есть. Поэтому мы рекомендуем нашим жителям использовать все возможные методы для выезда и эвакуации с временно оккупированной территории. К сожалению, сегодня пути для эвакуации почти не осталось. Если еще неделю назад мы рекомендовали нашим жителям выезжать через временно оккупированный Крым, то сегодня этот маршрут почти закрыт, потому что мост устал, и очередь перед уставшим мостом становится огромная. В Васильевке расисты почти не выпускают наших жителей. С 28 сентября сформирована там очередь, и более 10 дней более 4 тысяч человек ночуют на обочине. Причем непонятны правила. Расисты их придумывают через день. То нужен пропуск, то пропуска не нужно, то каждый день нужен новый пропуск. Издеваются над нашими людьми. Сегодня есть путь, который рабочий, по которому есть факты выезда наших жителей. Это через Бердянск, Мариуполь и Новоазовск. На сегодняшний день этот маршрут рабочий, и первые жители смогли так эвакуироваться. Конечно же, потом с вражеской России через Грузию или через страны Европейского Союза выезжать на безопасную территорию. Но именно этот путь сегодня мы рекомендуем нашим жителям, как тот возможный путь эвакуации. Васильевка, вот 10 дней ночевать на обочине, ночи холодные, да? Бензин, наверное, заканчивается в машинах. Где греться? Что кушать? Нет возможности там греться. Расисты просто издеваются. Что касается еды, то также почти возможности заканчиваются, потому что в магазинах, которые захватили оккупанты, они ставят невозможно дорогие цены на продукты. Например, вода 100 гривен бутылка, либо еще какие-то продукты в 5 раз дороже, чем на неоккупированной территории, территории подконтрольных государств Украины. Поэтому сегодня 4 тысячи жителей наших находятся в заложниках. Постоянно наши министерства и центральные ведомства делают запросы к России, к агрессору с просьбой эвакуировать наших жителей, открыть зеленый коридор для наших жителей. Но цинично врах отказывает и не позволяет эвакуироваться нашим жителям, среди которых, я прошу отметить, находится большое количество детей и стариков. Иван, спасибо огромное вам за последнюю оперативную информацию. Спасибо. Я напомню, Иван Федоров, городской голова Мелитополя, был с нами на связи. Только главное о войне и международной политике, о событиях, которые влияют на каждого из нас, репортажи и расследования известных журналистов на новом YouTube-канале Freedom. Главные новости. Подписывайтесь, вы можете найти его через поиск или QR-код, который сейчас видите на экране. Не желая становиться соучастниками путинских преступлений, россияне продолжают уезжать из страны. Грузия стала одним из наиболее популярных направлений, где потенциальные призывники пытаются залечь на дно. На границе до сих пор очереди, но они уже не такие большие, как в первые дни после объявления о мобилизации. Как Грузия переживает новый наплыв россиян в нашем материале. На этом велосипеде 49-летний житель Москвы на прошлой неделе пересек российско-грузинскую границу. Я такой интеллектуальной ночной очереди с велосипедами на границе не видел никогда в жизни. Там люди из Питера, из Свердловска, из Москвы, у которых за плечами исследования, у которых спектакли, написанные мюзиклы. Он один из сотен тысяч россиян, покинувших родную страну после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации. Да, я не хочу стрелять ни в кого, и поэтому я здесь. Согласно закону о мобилизации, принятому Кремлем, мужчина не подпадает под призыв по возрасту. Однако военкомов это вряд ли остановит, считает Игорь. Видеть, как 50-летние, 55-летние люди уходят на фронт, это как бы... мне не хотелось бы повторять их судьбу. Сбирают реально всех подряд. У меня была информация о том, что людей моего, скажем так, среза, то есть пришли повестки. Я видел, как ко мне в дом приносили повестки. То есть мне не захотелось проверять, меня будут забирать или кого-то еще из моей квартиры. Работник СМИ Алексей также уехал в Грузию. В очереди простоял 6 дней. Первые 48 часов не спал, боялся потерять место. Я решил уехать, потому что я не хочу воевать. Могут приехать за мной, да, в любой из дней и просто забрать. На войне, помимо того, что очень большая угроза жизни стоит, то, что просто можно подорваться на мине, то есть может оторвать ноги. Все, кто уехали, понимают, власти России о призывниках заботятся только на бумаге. Государство не будет ничего делать для того, чтобы каким-то образом помочь инвалиду или что-то, поскольку я вот все это своими глазами вижу и ради чего. В крупнейших городах Тбилиси и Батуми заметно увеличилось число людей. Только за последнюю неделю сентября, по данным МВД Грузии, в страну приехало более 50 тысяч человек. Сейчас у банков и магазинов очереди. Цены на жилье ощутимо выросли. Ценник сначала колоссально вырос в Тбилиси. Там просто немыслимые стали просить деньги за аренду жилья. И сейчас то же самое стало происходить в Батуми. Многие приехавшие в Грузию россияне работают онлайн. Вакансий на месте мало. Без грузинского языка работу найти будет очень сложно. Если вы какой-то рабочей специальности, умеете на стройке работать, электриком работать, возможно у вас будет работа, просто она будет не очень высокооплачиваемая. Наплыв россиян спровоцировал мини-экономический бум. В страну влилось дополнительно 1,2 миллиарда грузинских лари. Это 430 миллионов долларов, сообщает Институт развития свободы информации Грузии. Впрочем, у многих местных жителей сложившаяся ситуация вызывает опасения. Эти люди могут быть для нас как мина, взрывчатка, которую Путин может использовать в любой момент. Он может отдать приказ начать провокацию или своего рода дестабилизацию. Некоторые грузинские активисты требуют, чтобы правительство ограничило въезд для россиян или вообще закрыло границу. Сейчас на пропускном пункте Верхний Ларс стало меньше машин, говорят очевидцы. Не исключают, что это связано с работой на КПП, военного комиссариата России. Министры энергетики стран Евросоюза собрались, чтобы рассмотреть введение ценового потолка на покупку российского газа. Подобные решения обсуждают не впервые, однако мнения по этому поводу в самом ЕС разделились. О сути вопроса далее в эфире. Энергетическая война Владимира Путина не пошатнет в Ольге вспомогать Украине. Об этом не единожды заявляли европейские чиновники. При этом текущее положение дел все же доставляет некоторые проблемы странам-членам Союза. Глава Еврокомиссии Урсула Фандерлейн предложила идею ограничения цен на газ еще в марте. И вот, наконец, эта инициатива обрела понятные очертания. В ближайшие две недели мы выступим с решением по снижению цен на энергоресурсы. Цель состоит в том, чтобы сократить их до определенного уровня, не ставя под угрозу надежность поставок. Помимо этих немедленных действий, лучшим способом избавиться от шантажа со стороны России – это переход к возобновляемым источникам энергии. Развитие так называемой «зеленой энергетики» – процесс продолжительный. Однако введение ценового потолка на газ может быстро и эффективно урегулировать ситуацию на рынке, заявляют в Еврокомиссии. Главная цель – пресечь спекуляции и положить конец манипуляциям России, предпочитающей демонстративно сжигать природный газ вместо поставок в Европу. Сейчас цена составляет 175 евро за мегаватт-час. Это почти в четыре раза больше, чем год назад. Существует огромное давление на домохозяйство, на семьи, на бизнес. И для экономического развития ЕС это имеет основополагающее значение. Мы должны решить эти фундаментальные вопросы. У нас нет права терять время. Такой опции не существует. Решение нужно принять как можно быстрее. Отказавшись от львиной доли российских поставок и усиливая военную и финансовую помощь Украине, Европа все же столкнулась с дефицитом энергоресурсов. Введение верхней цены может стабилизировать надежность поставок и предупредить возникновение трудностей будущей зимой, таких как веерные отключения или непомерно высокие счета. А заодно и уменьшить финансирование путинской военной машины. Готовы ли мы принять меры? Нет простых решений и нет простых ответов. Но мы должны быть готовы их принять. Наши граждане обеспокоены. Нам нужно снизить наши счета. Нам нужно спасти наш бизнес. И нам нужно помочь Украине выиграть войну. В течение нескольких недель проблемой оставалось отсутствие согласия внутри блока ЕС касательно схемы общего импорта Польши. Италия, Бельгия и Греция предлагали вести гибкий ценовой коридор. При этом Германия, Дания и Нидерланды выступали против ограничений. Поскольку это поставит под угрозу безопасность поставок газа в Европу. Огромная безработица, остановленное производство, колоссальный дефицит. Люди, которые умеют думать и просчитывать на берет, они понимают, что будущего нет. Россия станет финансовым, экономическим, политическим изгоем в мире. Экономическая бездна, в которую Россию сталкивает кремлевская власть, развязавшая войну против Украины. Санкции Запада таки больно ударили по России и негативно влияют на ее экономику. О причинах бедности и надвигающейся на россиян катастрофы. Увольнение, сокращение, падение доходов и так далее. Расскажет программа «Ваши деньги» по вторникам и пятницам в 16.30 на телеканале «Фридом». Национальные регионы оказались самыми бедными в России. Об этом речь идет в исследовании РИА Новости. Издание оценило материальное состояние населения России на основе данных Росстата и Центрального банка. Самую высокую оценку получил Ямало-Ненецкий автономный округ. 100 баллов. Далее в рейтинге следуют северные регионы страны – Чукотка, Магадан, а замыкает пятерку лидеров благосостояния – Москва. Наименее благополучным регионом страны по итогам 2021 года стала Ингушетия. Также в десятке аутсайдеров – Тува, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Республика Алтай, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестана и Бурятия. Стоит отметить, что в самых бедных регионах России самые высокие показатели погибших на войне с Украиной. По данным издания «Медиазона», чаще других гибнут солдаты из национальных республик, в частности, Дагестане и Бурятии. Олег Пензин, член экономического дискуссионного клуба, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что всегда на связи и готовы комментировать все самые важные новости. Ну вот Тува, Калмыкия, Дагестан, Бурятия – больше всего солдат дают именно они. Ну вот Бурятия так точно, а бедность там, как видим, беспросветная. Ну как же так? Что для вас закономерно вот в этом рейтинге, а что нет? Нет, ну смотрите, в действительности так называемая частичная мобилизация пошла только сейчас. А до этого достаточно большое количество так называемых призывников шли по контракту. Вот. Собственно, мы должны понимать, что даже те жалкие деньги, которые на сегодняшний момент выплачиваются российскому контрактнику, для этих регионов в действительности есть решение для тех семей, которые достаточно длительный период времени остаются без работы. То есть, если мы говорим о той ужасающей бедности, которая есть в этих регионах, то нужно понимать, что предлагаемые деньги для них хоть какой-то выход. Поэтому, естественно, наиболее активно реагировали на, вот, скажем так, предложения контрактной службы именно те регионы, в которых наиболее высокий уровень безработицы и социальной бедности. Ну и еще нужно понимать, что в действительности, когда мы с вами говорим о этих регионах, то там же и возможности уехать на заработки в другие федеральные округа практически нет. Поэтому единственный путь – это, вот, извините, торговать собственной жизнью. Олег, ну вот людей забирают, рабочей силы нет, экономика страдает, денег больше не дадут, а еще и вот потратят из местного бюджета на похороны, да? К чему это все может привести в социальной и экономической сфере, ну, наверное, любого из этих регионов? Ну, вы знаете, в действительности, когда мы говорим о том, что сейчас происходит в период так называемой частичной мобилизации, тут же проблема в другом. Проблема в том, что в действительности людей берут достаточно активно, в том числе из тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность и критическую инфраструктуру. В том числе, когда мы говорим о, скажем, массовости призыва, так называемой массовости мобилизации, оно охватывает коммунальные предприятия, оно охватывает хлебзаводы, оно охватывает мясокомбинаты, молокозаводы, оно охватывает именно те предприятия, которые обеспечивают продовольствием основную массу населения Российской Федерации. То есть перерабатывают ту аграрную продукцию, которую производит сельхозсектор. И если так будет продолжаться дальше, то мы должны понимать, что физически может начаться дефицит продовольствия в тех регионах, в которых, собственно, и является вот этот призыв по этим предприятиям массовым. Ну вот у нас даже было видео как-то в программе, мы готовили материал о том, что в Якутии призвали, дали повестки, точнее, людям, которые работали на критической инфраструктуре в котельной, которая обогревает дома, там достаточно много домов. И один из работников говорит, что призвали всех слесарей, бульдозеристов и стопников. И есть какая-то команда, которая может обеспечивать отопление этих домов, но в случае аварии некому будет эту аварию просто ликвидировать. И вот тогда может быть настоящая катастрофа. Может быть, тогда эти люди поймут, к чему это все. Ну, мне сложно сказать, в какой момент конкретно люди начнут прозревать, но ситуация в действительности достаточно сложная, потому что это только задекларировали цифру в 300 тысяч. В реальной действительности мы должны понимать, что призванных будет намного больше. Причем, давайте будем откровенны, те объемы и те планы, которые доведены до субъектов федерации с точки зрения призыва, они особенно, если учесть массовый исход россиян и массовые попытки спрятаться в ближайших странах от мобилизации, вот эти планы, они приводят к тому, что забирают практически всех тех, кто находится более или менее в зоне доступа. Поэтому я думаю, что вряд ли в этой ситуации какие бы то ни было нормативные документы и ограничения, спускаемые сверху, дойдут до конкретных исполнителей, которые осуществляют этот массовый призыв. Но многие эксперты называют цифру в один миллион призванных. Вы знаете, сложно сказать цифру, но нужно понимать, что она значительно больше тех 300 тысяч. А если мы еще учтем то количество людей, которые сегодня физически покинули Российскую Федерацию, спасаясь от призыва, речь идет и о тех, кто выехали в Грузию, Казахстан, Туркменистан, то есть в ближайшие страны, в Армению. В действительности, ну вот, когда мы говорим о Казахстане, они им дали очень интересные цифры. В 2020 году в Казахстан приехало где-то порядка 32 тысяч российских граждан. В 2021-м 39 тысяч. Сейчас вот за, считайте, 9 месяцев, немножко больше, чем 9 месяцев, 2022 года приехало 290 тысяч. Но мы же прекрасно понимаем, что вот такое количество, оно никоим образом не связано с желанием российских граждан приехать туристами в Казахстан. Это, естественно, способ спрятаться там от, ну, считайте, от практически массовой мобилизации. И вот на этом фоне Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания, это РУС-Продсоюз, просит ослабить требования к сроку годности продуктов. Магазины попросили принимать, ну, залежавшийся товар. И вот мы сейчас говорим не о группах людей, знаете, есть такие фреганы, которые вот такие идейные, они спасают просрочку, да? Говорим о целой стране. Это вообще нормально? Ну, вот, собственно, как бы это следствие того, о чем я говорил. Понимаете, когда у вас массово забирают людей, работников, которые обеспечивают функционирование предприятий переработки аграрной продукции, у вас автоматически становится, ну, падает объем выпуска, ну, куда по-другому. И, естественно, возникает дефицит, который, как способ перекрытия его, может быть пересмотр срока годности продуктов и увеличение срока годности по тем продуктам, которые выпускаются. Таким образом, стараются перекрыть опустевающие полки продуктами, которые уже закончили срок годности. Но, опять же, естественно, это не улучшает общего уровня потребления российских граждан и, как следствие, ведет, естественно, ну, к увеличению количества заболеваний. Мы с вами уже много раз обсуждали отношения двух стран России и Ирана. Мол, в Москве есть у кого перенимать опыт, как жить под санкциями. И вот новость. Россия и Иран объединяют свои банковские системы. Но русских платежная система, я так понимаю, интересует? Или что там еще может быть? Ну, смотрите, если мы говорим о платежной системе МИР, то вряд ли Иран будет у себя распространять эту платежную систему. Скорее всего, будет предложение воспользоваться иранскими платежными системами в Российской Федерации. Но когда мы с вами говорим об опыте преодоления санкций, просто нужно понимать, что Иран, несмотря на достаточно жесткие санкции, которые были к нему применены, намного ниже по уровню санкционного давления, чем сегодня Российская Федерация. Российская Федерация сегодня антилидер в том давлении на экономику, которую сегодня, собственно, имеет в связи с этими пакетами, которые вводятся после каждого, скажем, действия Российской Федерации по усилению конфликта. Вот Россия провела массированную атаку украинских городов 10 октября, и все это на фоне вот этого самого восьмого пакета санкций. Вот вам не кажется, что их нужно усиливать? Если усиливать, то что именно? Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что любой пакет санкций, который применяется к агрессору, он, ну, скажем так, он имеет две стороны. Это палка о двух концах. С одной стороны, она очень здорово бьет по экономике Российской Федерации, по экономике агрессора. А с другой стороны, естественно, она достаточно болезненно сказывается на наших партнерах, на европейской экономике, на европейских странах. Поэтому, с моей точки зрения, каждый очередной пакет – это в какой-то степени, ну, не скажу подвиг, но какое-то серьезное действие со стороны наших партнеров. Потому что, ну, давайте будем откровенны, ограничение очень многих поставок, в первую очередь, энергоносителей уже сегодня привело, и вы показывали в своем сюжете перед этим, к достаточно большим проблемам в Европе. Тем не менее, европейцы идут на это во имя, скажем, тех ценностей, которые, на основании которых существует, ну, скажем, это объединение государства. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, будут ли следующие пакеты – да, будут. И нужно понимать, что, скорее всего, эти пакеты будут еще сильнее бить по российской экономике. Однозначно, в этих пакетах будет целая группа персональных санкций, которая будет усиливать давление на конкретные физических лиц. Однозначно, будут секторальные санкции. Мы видим, что эти санкции уже практически полностью сегодня охватили весь энергетический сектор. И, скорее всего, в ближайшее время давление на энергетический сектор Российской Федерации будет усиливаться. Потому что нужно понимать, что именно этот сектор для Российской Федерации является основным поставщиком средств для ведения войны. Но, тем не менее, Путин ведь заявил, что тем странам, которые ведут потолок цен на нефть, они просто не будут поставлять энергоресурсы. Как вы это можете прокомментировать? Ну, смотрите, европейцы приняли восьмой пакет. Но я думаю, что это только первый шаг. Если, давайте мы вспомним, впервые разговор о граничной цене на нефть для контрактов по поставкам нефти с Российской Федерации возник на встрече лидеров семи самых больших экономик. И именно тогда стал вопрос о том, чтобы подобный механизм стал единым во всем мире. Потому что, ну, давайте будем откровенны, сегодня, например, есть ряд стран, которые очень хорошо используют санкционную политику европейцев для того, чтобы хорошо зарабатывать. Так вот, когда мы с вами говорим о том, что ждет Российскую Федерацию, то нужно понимать, что, скорее всего, вот это ограничение цен на российскую нефть, установление предельной цены, оно будет распространено на все страны, которые контрактуют нефть с Российской Федерацией, в том числе и для Индии. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что восьмой пакет это был первый шаг по поводу ограничения, установления ограниченной цены на российскую нефть. Я думаю, что и встреча семерки, а потом встреча двадцатки, скорее всего, приведет к тому, что мы увидим, что подобный порядок будет существовать для всех стран, которые работают с Российской Федерацией по покупке энергоносителей. Но тем временем Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Чего добивается страна-агрессор? Ну, я так понимаю, что речи о серьезном нанесении ущерба вооруженным силам Украины не идет. Речь идет о создании паники внутри страны, о создании крайне тяжелых условий существования мирного населения. То есть все эти сказки по поводу того, что Россия воюет исключительно с вооруженными силами и все ее атаки касаются только военной инфраструктуры, это все полная чепуха. Мы с вами сейчас прекрасно видим, что та критическая инфраструктура, по которой осуществляются удары, те детские площадки, те музеи, те школы, те объекты энергетической инфраструктуры, они никоим образом не имеют отношения к вооруженным силам Украины. Поэтому еще раз повторяю, главная цель, на мой взгляд, это создание паники внутри страны и таким образом воздействие на, скажем, власть, существующую сегодня в Украине, украинское руководство. Но я думаю, что вряд ли это удастся сделать. С моей точки зрения, ничего, кроме усиления ненависти к агрессору, в результате не будет. Беларусь еще хотели с вами обсудить. Вот в новый пакет санкций и эта страна может попасть. Давно уже нет сомнений в том, что Беларусь втянута в эту войну. Как санкции по ней ударят? Вот и готовы ли беларусы будут выплачивать репарации Украине? Да, ведь и ракеты летят оттуда, и 10 октября летели беспилотники на нашу территорию. Вы знаете, с экономической точки зрения Беларусь находится в значительно худших условиях, чем Российская Федерация. Недавно было провозглашено руководством Беларуси о том, что они вводят жесткое ограничение на цен на продовольствие. При этом оставляя абсолютно прозрачную таможенную границу с Российской Федерацией, беларусы придут к тому, что у них массово начнут вымываться продовольственные товары по заниженным ценам российскими компаниями, которые таким образом будут обеспечивать продовольственную безопасность Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время мы можем услышать о возникновении дефицита на продовольственном рынке Беларуси. Кроме всего прочего, да, мы понимаем, что на сегодняшний момент Беларусь очень сильно зависит экономически от Российской Федерации, и чем будет хуже России, тем вдвойне будет хуже Беларусь. Поэтому в этой ситуации я думаю, что та санкционная политика, которую сегодня ведет Евросоюз по отношению к Российской Федерации, она уже бьет по экономике Беларуси. Если на Беларусь будет распространена хотя бы часть тех санкций, которые сегодня есть по отношению к Российской Федерации, я думаю, что Беларуси будет значительно тяжелее преодолевать последствия этих санкций. Спасибо вам огромное. Спасибо за пояснение и интересную беседу. Я напомню, Олег Пензин, член экономического дискуссионного клуба, был с нами на связи. Спасибо еще раз. Это также другие интервью с авторитетными и известными экспертами. Вы можете найти на YouTube-канале FreedomMnение. QR-код вы видите сейчас на экране. Сканируйте его смартфоном и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ждем ваши комментарии под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok